Итак, всем привет! Сегодня состоялась наша новая тренировка в парке и были запланированы ряд мероприятий для улучшения состояния нашего опорно-двигательного аппарата, микромоторики, а также некоторые технические движения. Вот сейчас мы переходим на новый тип тренинга. До этого у нас преимущественно был тип тренинга аэробный и такой силовой плюс аэробный больше. Ну а сейчас мы переходим больше на такой легкий высокочастотный тренинг. Вот сейчас вы можете наблюдать, мы работаем со снарядом Шарик, такой хорошо известный всем боксерам. Цели этого снаряда, в принципе, они всем известны, но я еще так перечислю по пунктам для тех, кто может быть не очень знаком с этим снарядом. Значит, Шарик, как правило, используется для того, чтобы наработать привычку не закрывать глаза, потому что он постоянно возвращается в область головы, да, и, как правило, спортсмен моргает. Но для того, чтобы не моргать, используют Шарик. Также Шарик хорошо позволяет улучшить работу мышц глаз, микромоторику мышц всего тела. Позволяет немножечко выставить стойку спортсмену. Не сильно как бы он влияет на нее, но в то же время, если вы стоите стабильно хорошо, то вы гораздо лучше используете тело. Рано или поздно ваш организм начинает принимать такую позицию со временем, которая ему более удобна для того, чтобы наносить более короткие лаконичные меткие удары. Вот это мы будем видеть, просматривая это видео. Мы будем видеть ошибки, мы будем видеть, как работают руки, мы будем видеть, как работают глаза. Вот на этом я бы заострял свое внимание. Мы будем видеть, как работают ступни ног, как организм привязан к земле, ключевой аппарат, как работает во время работы шариком с этим снарядом голова и так далее. Также стоит обратить внимание на то, как расположены плечи. То есть это упражнение позволяет немножечко развинтить, можно сказать, так чуть-чуть тело. И в тот момент, когда упражнение начнет переходить в автоматизм, то вы начнете больше расслабляться. Если вы привыкнете работать расслабленно, то это существенно улучшит качество вашей тренировки и состояние вашего организма во время спарринга, например, и не только. То есть вы более экономично будете использовать энергию. Вот сейчас мы видим, как происходит смена снаряда. То есть я даю своему напарнику шарик полегче, а себе беру шарик потяжелее. Вот разница существенная, потому что на легком шарике меньше вес, короче резиночка. Резиночка менее плотная, то есть такая более мягонькая. А вот на шарике, который я себе взял, вот этот теннисный более тяжелый, более ощутимый, резинка длиннее. И, соответственно, работать с ним существенно, ну, можно сказать, что легче, но работа существенно отличается. Вот один возвращается легче, и ощущать его тяжело через перчатку, а второй как бы более тяжелый, ощущаешь его лучше, резиночка длиннее и так далее. Это смена частот ритмов, да, во время работы очень хорошо влияет на общую моторику. То есть мы не работаем в одном режиме, мы работаем в нескольких. Ну, сейчас мы видим вот такие одиночные удары, я немножко тестирую своего напарника, я его тренирую и тестирую, как он выбрасывает руку. Мы пробуем новый, такой новый вид тренировки, новый подход, который мы заимствовали у хорошего украинского тренера. Его фамилия будет указана в конце этого фильма, который тренировал много знаменитых и именитых спортсменов из Украины и по всему миру. Вот, и сейчас я как бы смотрю, как он шевелит плечом, как он выбрасывает руку, как он двигает телом и так далее, для того, чтобы лучше понять, как работать с ним в дальнейшем. Плюс ко всему, обратите внимание, я держу перчатки ладонями к себе, мы тоже заимствовали этот подход на Украине. То есть, когда ты держишь перчатки повернутыми к лицу, ты просто вынужден во время удара поворачивать костяшки внутрь, да, и это позволяет прочувствовать непосредственно вращение самой руки, вращение кулака внутрь. Да, такая, можно сказать, такая пронация руки, кто знает этот термин, да, то есть мы заворачиваем две основные костяшки в лицо, а потом, когда возвращаем к лицу, мы вынуждены повернуть ладошки прямо к лицу. Если акцентированно работать в такой манере, то, значит, можно выработать правильный рефлекс, и рука, может быть, не полностью идеально начнет заходить, но в любом случае вращение руки будет, и уже это вперед, потому что технически мы будем расти. Также я сделаю такие вот необычные движения, непредсказуемые, скажем так, не то чтобы необычные, а непредсказуемой манере, чтобы спортсмен не мог спланировать мои удары, и это позволило бы ему немножечко иначе задействовать свои мышцы, нервную систему, и это можно выполнить, кстати, отмечу, только если человек расслаблен и очень сфокусирован на своем противнике. Обратите внимание, я стараюсь абсолютно не шевелить ни плечами, ни телом, чтобы не подавать никаких сигналов перед тем, как рука будет послана в его голову, раньше мы такого не делали, и существенно заметно, как спортсмен сталкивается с небольшими проблемами, и даже видно такое небольшое растерянность, такое как бы недовольство в его лице собой, он видит, что это вызывает у него небольшие затруднения, но это все временно, поэтому чем чаще такое упражнение будет выполнено, причем не только в такой манере, есть много разных упражнений для того, чтобы спортсмена научиться расслабляться и фокусироваться, чтобы перенаправлять нервный сигнал в правильное русло в своем теле, и это очень важно, потому что нужно вывести нервный сигнал и все рефлексы на такой нервный путь, который будет более экономичен. Вот сейчас мы видим, как он наносит удары по мне, в то же время мне немножко легче, потому что я его не предупреждал, потом я ему покажу это видео и расскажу, то есть он совершает микродвижение, которое позволяет мне считать его и среагировать немножечко быстрее, это дает мне немножко времени для реакции, Поэтому такой совет, упражнение это и в целом очень хорошо даже для профессионала и для тех, кто просто на площадке занимается. И такой совет, значит, хочу дать, постарайтесь всегда работать непринужденно и не делайте таких вспомогательных движений для удара, постарайтесь работать хлестко и с той позиции, в которой находитесь, коротко и по максимально короткому пути. Это позволит вам понять свои лимиты, обозначить сразу же точки, которые вас лимитируют и понять, чего вам не хватает и может быть поработать непосредственно над этим и улучшить тоже, наточить немножечко свои рефлексы, движения, а может быть от этого вы добавите к своему удару скорости, может кто-то добавит к своему удару точности, а если будет и скорость и точность, то, соответственно, будет эффект и сила. Поэтому стоит обратить внимание на вот такие вспомогательные упражнения, которые вызывают вот такой непринужденный рефлекс, без того, чтобы как-то подтягивать, напрягать плечи, там занимать какую-то позицию или шататься в разные стороны. То есть постарайтесь вот использовать такое упражнение, может быть оно вам поможет. Вот сейчас мы переходим к такой небольшой двоечке с уклоном, пробуем разные варианты тоже, потому что мы раньше делали много таких упражнений, но именно в этой манере, как мы увидели, работают ребята в Украине. Мы работаем, можно сказать, в первый раз, потому что уровень осознанности возрастает. Сразу хочу сказать, что я непосредственно не имею отношения к боксу, я занимался всю свою сознательную жизнь борьбой, но спустя время я понял, что меня очень-очень не притягивает единоборство, особенности бокс. Когда-то давно я хотел пойти на тренировку кикбоксинга, собрал все, отец меня спросил, куда ты идешь, я говорю на кикбоксинг. Он говорит, подожди, давай я тебя завезу лучше на борьбу. Вот сегодня у меня метр девяносто, худые кости, длинные руки, и, конечно, я больше подхожу непосредственно под бокс и под кикбоксинг, чем под борьбу. Но судьба так сложилась, что я достиг черного пояса в дзюдо, а боксом никогда так серьезно не занимался, хотя я учился в военной академии, где мы проходили специальный курс и так далее. Ну а сейчас я нашел для себя в этом такую вот забаву и такое хорошее времяпрепровождение, которое позволяет мне держать мое тело в тонусе, потому что бокс – это очень аэробный вид спорта, такой приравнивающийся к баскетболу, вот к таким видам, где требуется очень много кислорода во время движения. И движения очень физиологичные, такие позволяющие задействовать все мышцы тела, опорно-двигательного аппарата, поэтому вот сейчас вы можете видеть, я начал работать первым номером. Вот, и мы как бы ликвидируем такие недостатки, то есть я показываю своему оппоненту, как можно наносить удар, да, то есть чтобы он не сильно вытягивался, чтобы удар был короче, чтобы он создал более такую натуральную для меня атмосферу. Здесь видно, как я немножечко проваливаюсь, как я работаю со своим равновесием, видно, как поставлены ноги, видны ошибки в стойке, если они допускаются сразу же, видны ошибки в позиции головы, то есть все это можно просмотреть, поэтому если кто-то занимается, полезно иногда делать видео своих тренировок и выкладывать, а потом проводить небольшой анализ, что существенно улучшит ваши тренировки, потому что взгляд со стороны это очень полезная вещь. Вот, следующая связка, сейчас мы переходим к раз-два-уклон, раз-два-три и смещение с центра атаки. Очень хорошая связочка, которая помогает наработать моторику, прочувствовать свой организм, посмотреть, как организм борется с возникающими инерциями и тем самым постараться оптимизировать и дыхание, и движение, и работу сердца, и понять, значит, какое количество стройных движений я могу себе позволить. Например, вот мы делали по 10 стройных движений, да, идет раз-два-уклон, раз-два-три, смещение с центра. И где-то после 6-7-8 таких стройных атак ты чувствуешь, как у тебя резко, вроде бы кислород еще есть, но начинает подниматься сердечный ритм, и руки начинают наливаться таким ощущением, как будто там свинец, ты становишься такой весь деревянный. Это удовольствие нереально доставляет удовольствие, потому что ты осознаешь, то есть ты подходишь к границе, ты получаешь огромное количество информации о своем характере, о своем организме. И хочу сказать, что на этом этапе у спортсменов может возникнуть небольшое сомнение в себе, не стоит сомневаться, потому что это нормальный физиологический предел, у каждого человека он есть. Единственное, что не стоит заниматься на фоне, как я уже говорил, усталости, для того, чтобы не портить свою технику. Вот, также вы обратите внимание, я работаю очень мягко, мы практически не наносим сильных ударов, значит, приветствуется касание и максимальная скорость, которую ты можешь развить, такая оптимальность, короткость движений, неразмашистость, для того, чтобы поработать в таком высокочастотном ритме. Кстати, нужно отметить, что высокочастотный ритм, если вы привыкаете работать в этом режиме, он очень-очень позитивно отражается на вашем организме со всех точек зрения. То есть, ну, здесь я буду говорить непосредственно о самообороне и атаке, то есть, если вы привыкаете работать быстро, точно и эффективно, вы знаете, где ваше движение начинается и где заканчивается, то, конечно, если кто-то будет работать на другой частоте, предположим, вы работаете частота, там, 3 удара в секунду, а кто-то работает на частоте 1 удар в секунду. Если у вас в 3 секунды вложены, там, 3 удара и смещение, а у кого-то, например, там, удар, и он стоит на месте, то, конечно же, как говорят в народе и коню, понятно, что вы настучите человеку в голову, и как минимум, может быть, если не уроните его, да, не потеряете сознание, то посечете его довольно-таки серьезно, хотя это, так сказано, еще мягко. Поэтому, если поработать в таком режиме месяц, 2, 3, 4, 5, год, то рано или поздно, то есть, вас потянет и на спарринг, и попробовать свои силы, поэтому очень советую всем. Очень хороший способ работы, очень хорошие такие связочки. Ну и, как говорил один тренер, я, значит, скажу, что он говорит, если вы хотели бы, и буду называть его имя, но позже обязательно назову, если вы хотели бы научиться бить 2, 3, 4 и более ударов, то, конечно, ваши связки должны состоять из 5-10 ударов, потому что, если вы работаете всегда только двоечки, там раз-два уклон, то, как правило, в бою человек использует только один удар. И даже если вы работаете тройки, там раз-два-три уклон, в бою все равно, как правило, получается только один удар. Поэтому вот такие вот раз-два уклон, раз-два-три, смещение с центра атаки, как правило, позволяет привязываться к спортсмену, и нервная система привыкает, что развязка должна наступить чуть-чуть позже, и вы как бы не даете себе команду на отступление. Хотя, конечно, чувство страха во время боя будет возникать, он будет связывать ваши руки, адреналин будет командовать застыть, не отвечать, стоять в закрытой стойке и так далее. Но если превратить вот такую серийность в рефлекс, то во время испуга, скорее всего, вы просто выбросите 2-3 раза руку, уклонитесь и вполне возможно, что из 3-5 ударов и одного уклона один придется по точке и вы достигнете успеха. Потому что 100% результата абсолютно никто не может гарантировать, даже профессиональные спортсмены всегда говорят, что победа и точное попадание это всегда дело случая, потому что предугадать действия спортсмена, противника, напарника практически невозможно. Мы, конечно, можем почувствовать его технику, увидеть его хронику действий, увидеть его ритм, чистоту и так далее. Но все абсолютно предугадать нельзя, потому что сознание человека – это такая штука, которая в любой момент может измениться. И из медленного человека, разозливший человек, может стать взрывным и точно так же из взрывного может стать медленным. Поэтому на все мелочи стоит обращать внимание. И вот я советую вот такие связочки, обратить внимание, как работает позвоночник, как работают колени, как работает весь опорно-двигательный аппарат, бедра, мышцы, спина и так далее. Это, конечно, очень классно. Также нужно обратить внимание, что когда вы уклоняетесь, не стоит наклонять тело, заваливать сильно вперед. Постарайтесь уклоняться при помощи ног. Ну и, конечно же, немножечко наклоняя подбородок вниз, краем глаза, всегда смотря за руками противника, это позволит вам выработать правильный рефлекс и правильную позицию головы. Но что потом, конечно, со временем придется работать с такой техникой, как амортизация ударов противника. То есть иногда противник наносит удары по вашей голове, ну и вы амортизируете их, то есть там либо убирая подбородок, либо стряхиваете слегка. Это удары легкие-легкие, обычно они бывают спарринги, бывает просто, когда ты стоишь у стены, и тебе наносятся удары в голову, не сильные такие касательные. Ну а ты стараешься убирать подбородок, наклонять голову, изменять углы лица для того, чтобы компенсировать прямой контакт с кулаком и перчаткой противника. Поэтому бокс это вот так как раз тот спорт, который я для себя выбрал в свои 35 лет. И хочу всем посоветовать, кто смотрит, попробуйте, найдите хорошего тренера. Пусть этот тренер будет не отличный, но если он внимательный и может учиться, вы можете учиться вместе, вы можете что-то пробовать. В любом случае это хорошее занятие, как на уровне хобби, так и профессионально, так и любительски, так и для компетитирующих, соревнующихся спортсменов. Поэтому попробуйте. Единственное, что я бы посоветовал, пробуя бокс, всегда нужна размеренность, потому что не нужно забывать, что спорт есть спорт, движение есть движение. Не перегружайте свое тело, все делайте в удовольствие. Тренировка должна длиться от получаса до 45 минут. Может, конечно, и больше, там плюс разминка, но для того, чтобы был эффект, нужно не выходить за пределы 45-60 минут и так далее. Должна предшествовать хорошая разминка, должна предшествовать хорошее подтягивание мышц, не сильная такой организм, должен быть готовый, разогретый, должны быть пропотевшими, разогретые все сочленения, запястья, колени, позвоночник. И вы видите, как мы спаригуемся, и это огромное удовольствие наблюдать. Плюс вы видите наши ошибки, мы видим свои ошибки, видим, где мы промахнулись, где рука легла не так, где на выходе я, может быть, не прикрываю лицо и так далее. Все эти нюансы будут отмечены и в следующих тренировках и видео по возможности будут исправлены, потому что обычно ошибок всегда море, море, море. Ну и, как известно, людей без ошибок не бывает. Ошибаются профессионалы, люди, занимающиеся по 20 лет боксом и спортом. Поэтому тем и хорош бокс, что он постоянно, постоянно, постоянно предоставляет вам возможность к самореализации, к саморазвитию и к пониманию своего тела на качественно новом уровне. Поэтому советую, советую, советую всем заниматься любым видом спорта. Ну а если вот вам нравятся ударные техники, очень советую бокс, потому что он формирует стержень спортсмена, он формирует хорошую такую базу для здоровья и в будущем он будет чувствовать себя отлично. Ну а для завершения хочу поблагодарить всех за просмотр фильма. Прошу ставить лайки, фильм будет выставлен в YouTube, подписываться на мой канал, ну и задавать вопросы. А может быть, его просмотрят спортсмены более высокого уровня, чем мы. И если кто-то просмотрит и заметит, что мы где-то ошибаемся, пожалуйста, мы всегда рады послушать критику и исправиться. Всем пока, подписывайтесь на канал, спасибо за просмотр, Иван Высоцкий. Ура!